Британскую армию привлекли к тушению пожара под Манчестером. Там пылает еще с воскресенья. Дым накрыл несколько деревень и городков. Жителям советуют оставаться в помещениях и не открывать окна. Наш британский корреспондент Светлана Чернецкая с подробностями. Это не облака, а клубы едкого дыма, которые растянулись на километры вокруг. Пожар видно даже из космоса. Его зафиксировал спутник НАСА. Горят торфяные болота под Манчестером. Зафиксировали не менее шести очагов. Огонь движется в сторону жилых районов. Вчера вечером было очень страшно. Мы видели красные языки пламени из окон нашей спальни. Даже слышали треск огня. Он приближался очень быстро. Мы выбежали на улицу к пожарным и спросили, не угрожает ли нам опасность. Вчера вечером пожарные сдались. Признали, что сами с огнем не справятся. И позвали на помощь армию. Общими усилиями большую часть пламени удалось потушить. Впрочем, торфяники продолжают тлеть. И только ветер усилится, огонь тут же разрастется. Около ста семей уже покинули свои дома в районе стихийного бедствия. А соседние села и города просто задыхаются от едкого дыма. Вот сейчас я с вами разговариваю и ощущаю этот дым. Сейчас на солнце его не так видно, но запах просто ужасен. Поэтому к вечеру наше самочувствие ухудшится. Утром у меня кружилась голова, а когда я открыл дверь, то увидел, что пепел полностью покрыл пол. 30-ти градусная жара и ветер лишь способствуют распространению огня. Горят достаточно отдаленные районы, к которым трудно добраться пожарным машинам. Поэтому спасателям и военным приходится преодолевать по несколько километров пешком под палящим солнцем, чтобы доставить насосы и шланги поближе к очагам возгорания. Сейчас трудно сказать, сколько времени понадобится для того, чтобы потушить огонь. В болоте много торфа, и при таких погодных условиях, как сейчас, он становится топливом. К тому же нам нужно гораздо больше воды, чтобы его погасить. Мы работаем изо всех сил, но я думаю, что это закончится не скоро. Пересохшее болото поливают водой из соседних озер. Применили бронспойты и даже привлекли вертолеты. Ситуацию легко мог бы спасти щедрый ливень. Впрочем, прогнозы неутешительные для пожарных. Синоптики предсказывают, что ни капли дождя не выпадет ни на этой, ни на следующей неделе. А жара будет держаться на отметке около 30 градусов. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.